МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подарок Карагандинской музыкальной школе сделал фонд первого президента. В областном Акимате подписан меморандум о сотрудничестве. Карагандинские инвалиды будут выпускать спортивную одежду под брендом «Сделано в Караганде». Акимобласти пообещал поддержку начинающим предпринимателям. На трибуне ведущие ученые Казахстана, России, Японии и США. Академия Булашах провела научно-практическую конференцию, на которой обсудили роль науки и образования в современном мире. Карагандинской специализированной музыкальной школе подарили наборы инструментов на 3 миллиона тенге. Такой презент сделал фонд первого президента. Спонсорская помощь была оказана после подписания меморандума о сотрудничестве фонда с Акиматом области. Главная цель подписанного документа – материальная и техническая поддержка программ, а также продвижение молодых талантов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Фондом первого президента РК, лидера нации и Акиматом Карагандинской области подписан меморандум о сотрудничестве. Прежде всего, деятельность фонда направлена на реализацию идей и политики президента, поддержку молодежи в раскрытии и реализации творческого и интеллектуального потенциала, благотворительную деятельность и развитие экспертно-аналитического центра. Кроме того, фонд реализует несколько программ. Например, проект «Я профессионал» помог оказать спонсорскую помощь в размере 3 миллионов тенге, специализированной в музыкальной школе-интернату для одаренных детей города. «Молодые люди заинтересованы в проводимых в стране реформах, поскольку сами являются носителями прогрессивных представлений и современных ценностей. В своем послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность» глава государства обозначил ориентиры новой модели роста и развития нашей страны в современных условиях. Несомненно, новый экономический курс придаст особый импульс развитию всего нашего общества, в том числе молодежной, социальной, культурной, научной, образовательной сферы». На протяжении многих лет фондам оказывается поддержка талантливой молодежи. За прошлый год было реализовано 73 мероприятия, из которых 42 проекта были направлены на поддержку подрастающего поколения. На текущий год фондам запланировано более 80 мероприятий. «Фонд первого президента, лидера нации, начинает большую свою региональную программу. Сегодня одним из первых регионов, в котором мы начали нашу работу, это Карагандинская область. Карагандинская область, она такая очень знаковая область, это большая трудовая родина главы государства. Поэтому мы сюда приехали, потому что здесь более 9 вузов, я говорю и повторяю, более 526 школ, 71 колледж. Это говорит о том, что здесь сосредоточен большой научный и технический потенциал». В текущем году в рамках проекта «Дни фонда первого президента» запланированы выезды в регионы и проведение встреч с молодежью. Сотрудники фонда рассказывают подрастающему поколению о деятельности новых проектов фонда. К примеру, для научных работников и студентов существует 9 стипендиальных и грантовых программ. Они помогут осуществить мечты и цели молодого поколения. Асель Созамбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганду посетил посол Японии в Казахстане Итиро Кавабата. Высокопоставленного гостя встретил Акимобластенур Мухаммед Абдебеков. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии и работе местных органов власти. Посол страны и восходящего солнца, в свою очередь, поделился взглядами на совместное сотрудничество. Это первый официальный визит посла в Карагандинскую область. Однако высокопоставленный гость признался, в прошлом году он посещал наш регион инкогнито целых три раза. Он побывал на могилах японских военнопленных, репрессированных в советские годы в Карлак. Кроме того, посол посетил Спасский мемориал и музей в Долинке. По словам Итира Кавабата, ему импонирует тот факт, что казахстанцы бережно хранят память о тех непростых годах. Также иностранный чиновник отметил привлекательность казахстанской земли для инвесторов. Я со всей серьезностью буду отслеживать и хочу думать о возможности какой-либо реализации результатов, вопросов, которые речат между нашими двумя странами, особенно области экономики, бизнеса и так далее. Глава региона поддержал слова посла и рассказал ему об индустриальном развитии области. Аким привел в пример славу наших университетов, чьи выпускники ценятся далеко за пределами области. Также он отметил, что Карагандинский регион готов сотрудничать с Японией. Есть тут перспектива поработать с японскими коллегами по поставке. В том числе мы считаем, что наша ниша будет экологически чистая продукция аграрного сектора. Она и сегодня такая, но мы хотим еще развивать, культивировать ее. И до наших потребителей на мировом рынке нанести именно вот этот бренд, сделанный в Казахстане, значит, это экологически чистая. Мы хотим, чтобы так было. Встреча завершилась на дружественной ноте. Чиновники обменялись рукопожатиями в знак долгосрочного сотрудничества и сделали фото на память. Айям Амрина Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Инвалиды Караганды планируют выпускать спортивную одежду под маркой «Сделано в Казахстане». Всего в швейном цехе работают 15 человек. Из них 9 человек с ограниченными возможностями. Этот швейный цех работает уже год. Его открыли два брата – Газис Акапов и Даниар Ауписимов. Сегодня в распоряжении молодых бизнесменов уже два цеха. Один нацелен на изготовление спецодежды. Цех находится в Майкудуке. Этот же целиком и полностью оборудован для выпуска спортивной одежды. Причем не безликой, а под казахстанским брендом сделано в Караганде. Планы грандиозные. Ни много ни мало стать поставщиком формы для национальной сборной страны. На данные мероприятия, которые недавно проходили, не успели, потому что не было так такой базы. К этому времени мы подготовимся. И все, что будет впереди, надеемся, что это будет наш материал, наша одежда. Однако большие планы – не единственная отличительная особенность. В швейном цехе работают девять мастеров с ограниченными физическими возможностями. Среди них Ирина Степаненкова. Работает здесь уже четыре месяца. Довольно всем. Стоит отметить, что один из братьев, Данияр, является инвалидом третьей группы. Им он стал в 16 лет в результате дорожно-транспортного происшествия. А потому Данияр не понаслышке знает, с какими трудностями порой сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Сегодня братья уделяют большое внимание своему социальному проекту. Они уже заказали материал в Индии, из которого намерены пошить футболки. А все средства, собранные после продажи, передать на лечение тяжелобольным детям. Сегодня мы нацелены провести социальную акцию. После того, как ее проведем, мы с партнерами планируем открыть специальный фонд. Мне очень хорошо помогают партнеры. Пока вот такие планы. На днях молодых предпринимателей посетил Аким области. Нурмухамед Абдебеков ознакомился с деятельностью швейного цеха и пообещал оказать содействие инициативной молодежи. Глава региона искренне обрадовался идеей создания отечественного бренда и трудоустройства инвалидов. Андрей Тензек, Слуг Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В областном департаменте юстиции государственным служащим разъяснили послание президента народу Казахстана. Расставить приоритеты и постепенно двигаться к цели – это основная цель граждан нашей страны. Участники встречи подробно всудили каждый из пяти приоритетов, которые способствуют вхождению Казахстана в тридцатку конкурентоспособных стран мира. Встреча проходила в неформальной обстановке. Любой желающий мог задать интересующий вопрос. 25 января глава нашего государства объявила подготовки к масштабной реформе государственной власти, перераспределению полномочий между ветвями власти. Нурсултан Абиш Назарбаев подчеркнул, что сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей в становлении государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе. Однако время не стоит на месте. И для дальнейшего развития нашей страны необходимы реформы, которые в дальнейшем покажут свою эффективность. И глава государства ставит конкретную цель создать стабильную, мощную, современную государственную власть. Разъясняло послание исполняющей обязанности руководителя Департамента юстиции Карагандинской области. Как отмечает Нургуль Кинжибаева, особенность послания Ельбасы в этом году в том, что впервые глава государства обратился к казахстанцам в письменном виде. В своем послании Назарбаев указал на необходимость создать новую модель экономического роста, назвав грядущие изменения третьей модернизации, а также затронул вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Подотчетное правительство, то есть начинаем сверху. Как мы должны? Вот как раз-таки вот эта вот реформа конституционная направлена на то, чтобы четко заложить, где должна быть, перед кем должна быть подотчетность правительства и открытость правительства. Понятно, да? Прочитайте внимательно тот проект, который опубликован. До 28 февраля идет же обсуждение. Вообще же, да. Ежегодно глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев выступает с посланием к народу Казахстана, подводя итоги определенного периода. Новые задачи, которые ставит президент, позволяют добиться всех поставленных целей для развития Казахстана. А главными исполнителями данных целей являются граждане нашей страны. Ассель Сазамбаева, Жаксулык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Нужно ли перераспределение власти в Казахстане? Какие перспективы и последствия ожидают казахстанцев от разделения полномочий государственных органов? Эти и другие вопросы, а также идею посланий президента страны обсудили сегодня и в Национальном центре повышения квалификации «Урлеу». Обсуждение послания президента состоялось участием не только педагогической общественности области, но и представительниц Ассоциации деловых женщин региона. Участники заседания высказали свои мнения по поводу инициативы президента. По мнению собравшихся, главный смысл обращения главы государства – это децентрализация власти. Президентская власть долгие годы отвечала по требностям нашей страны в период становления республики, секторов экономики. Но в долговременной перспективе устойчивость власти предполагает наличие разделения полномочий между ветвями власти. Я думаю, что все мажлисмены, ответственные работники Акиматов всех уровней, они понимают, насколько высочайшая ответственность нужна для того, чтобы теперь уже пройти новый путь с новой моделью государственного управления. Спикеры также отмечали, что им импонирует то, что предполагаемая новая политическая система Казахстана будет базироваться на концепции «Сильный президент», «Авторитетный парламент» и «Подотчетное правительство». В целом участники заседания выразили свою поддержку и одобрение предложенной инициативе главы государства. Реализация новой государственной программы развития здравоохранения будет способствовать укреплению здоровья граждан. Такое заявление сделали участники областного актива на собрании, посвященном реализации посланий президента. В собрании приняли участие руководители медицинских учреждений и чиновники от здравоохранения. Руководитель управления здравоохранения доложил, что в нынешнем году на медицину выделено около 68 миллиардов тенге. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Эти средства в том числе пойдут на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. В своем послании у 31 января глава государства поставил четкие задачи перед сферой здравоохранения, в частности внедрение информационных технологий в работу медицинских организаций, активное внедрение государственно-частного партнерства для расширения спектра медицинских услуг. И самое главное, сегодня был обсужден вопрос и даны четкие рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы касаемо актуальных вопросов обязательного социально-медицинского страхования. Все вот эти три основных направления, которые были отражены в послании президента, сегодня они были обсуждены, даны четкие рекомендации, планы работ определены. И по итогам 2017 года все поставленные задачи должны быть реализованы. На собрании областного актива также было отмечено, что исполнение программных документов позволило достичь улучшения основных показателей, характеризующих состояние здоровья населения. А дальнейшая реализация новой госпрограммы развития здравоохранения будет способствовать улучшению здоровья граждан, увеличению продолжительности жизни, повышению доступности медицинской помощи. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Наука и образование в современном мире. Именно так называлась Международная научно-практическая конференция, прошедшая в Академии Болошак. На традиционной встрече выступили ученые из вузов Казахстана, России, Японии и США. Обсуждались актуальные вопросы науки и образования Казахстана. Карагандинская Академия Болошак провела очередную Международную научно-практическую конференцию. Главная цель конференции – обсуждение актуальных проблем и анализ современного состояния науки, улучшение качества подготовки специалистов в учебных заведениях, а также инновации в сфере науки. Встреча дала возможность поделиться достижениями и опытом научных исследований, получить новую информацию, общаясь с ведущими учеными с мировым именем, обсудить пути совершенствования связи науки и производства. Мне дали возможность поговорить о двусторонних отношениях, и я чуть-чуть буду тронуть и затрагивать проблемы науки и образования в современном мире. Вообще наука и образование – это одно из самых важных направлений для подготовки человеческих ресурсов и выживания в новом веке, преодолев различные вызовы. На церемонию открытия конференции были приглашены представители областного акимата, учащиеся и профессора вузов Караганды, видные ученые и общественные деятели. В этом году для участия в научном заседании поступило около 600 заявок – профессоров и преподавателей высших учебных заведений, колледжей и школ стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в конференции был приглашен депутат мажориса парламента РК профессор Нурлан Дулатбеков. «Только что говорили о том, что это очень необходимо, потому что сближение культуры, сближение народов, сближение государств, оно дает ответ и, наверное, какой-то импульс развитию человеческого капитала. Наша дружба с японским государством, она носит не только вот такой человеческий характер, но и есть научные основы». Сотрудники Академии Балашак регулярно проводят встречи с ведущими учеными стран ближнего и дальнего зарубежья. Особый интерес представляли доклады по историческим правовым и социально-экономическим проблемам Казахстана. Участники конференции убеждены, что в будущем значительно расширится представительство стран-участниц и круг совместных научно-практических исследований. В своем послании народу Казахстана президент подчеркнул «Стабильность экономики, общества и государства невозможны без постоянного развития науки, современных исследований и открытий». Асель Сазамбаева, Исламбекоспана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» вступил в битву за Кубок Братины. Именно так называется главный приз регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги России. Стоит отметить, что в сезоне 2013-2014 годов наши хоккеисты уже становились обладателями главного трофея. Эта шайба стала победной. В 2014 году хоккейный клуб «Сарарка» в тяжелейшей серии матчей с Тюменским рубином вырвал победу. Главная награда высшей хоккейной лиги России – Кубок Братины, уехав в Караганду. Стоит отметить, что в сезоне 2013-2014 наши хоккеисты установили рекорд – было одержано 12 побед подряд в плей-офф. При этом 10 побед к ряду случились в основное время, что само по себе также является рекордом. Планку, утвердившую для себя три года назад, хоккейный клуб «Сарарка» не опускают до сих пор. Это показал и нынешний регулярный чемпионат. Немного статистики. Проведя 50 игр, наши спортсмены выиграли в 29 из них, 102 очка позволили карагандинскому клубу завершить чемпионат на третьей строчке турнирной таблицы. Выше только питерский клуб «Сканева» на втором месте, и наши соотечественники возглавляют таблицу «Усть-Каменогорский клуб «Торпеда». Прошлогодний победитель «Нефтяник» из Алметьевска лишь на 11 месте. Уже 24 февраля в Караганде «Сарарка» провела первый матч серии плей-офф. Первым соперником выступила чеховская звезда. От своей любимой команды болельщики ждут, конечно же, только победы. Хочу, чтобы мы заново перебили свой же рекорд. 10 побед в слой-оффе подряд. То есть я хочу, чтобы мы вообще прошли все 12 подряд побед и забрали кубок братья. Это самая сильная команда, самые дружные болельщики, самые азартные. Поэтому «Сарарка», «Алга» вперед и за плей-офф, за кубок братьяны. Хочу ребятам пожелать, ну, во-первых, чтобы они держались, чтобы они держали строй, не покидали площадку без победы. Всем-всем здоровья, удачи. Ну, а мы будем болеть от всей души, от всего сердца, так, как мы умеем болеть. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Аппарат Акима Караганды сообщает о круглосуточном телефоне доверия 8-72-12-42-58-61. Телефон предназначен для обращения граждан по фактам нарушения должностными лицами Акимата Караганды норм законов о государственной службе, о противодействии коррупции и этического кодекса государственных служащих. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова